Для цифры можно сделать следующую вещь. Вообще говоря, сейчас было формула f равно c делить на f, значит, c некоторая константа. Уже сам циф понимал, что в реальности это не всегда работает, работает немножко по-разному, и первую поправку, которую можно сделать, это ввести параметр. Параметр, который мы приближем вот сюда, когда я его обозначаю за α, параметр цифровского распределения α, это понадобится степени, при этом самым а. Ну, степени обычно бывает. Ну, 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 альфа, соответственно, должна быть. Какая-то положительная степень. Исходная резь за такой цифры — это α равно 1. А если я теперь возьму α равно 2, то что произойдет с моим графиком? Ряд обратных квадратов сходится. Угу. Угу. У нас проблемы с тем сходятся, или расходятся, да? У нас к счастью, мы к счастью с ним боремся, боремся путем округления, да? Нет, ну просто получается, что длина текста будет, там, примерно в два с небольшим раза больше, чем самое частотное слово. Да. А раньше было совсем по-другому. Раньше было совсем по-другому, да, совершенно верно. Ну, на самом деле, да, в реальности двойка, наверное, слишком радикальная, слишком радикальное значение параметра, да? Обычная там где-то плава между нулем семью и одной темой темой десяткой, хотя понятно, что расходимость это дает разные вещи, конечно, если она больше единицы, если она меньше единицы, да? Но вот смотрите, если я сделаю частоту, здесь альфа равную думу, да, например, то тогда у меня окажется, что очень резкое падение в самом начале. У нас второе слово сколько раз будет менее частот, чем первое? Четыре. Четвертое – 16. Грань не так вот быстро прижмется к отсяму. То есть это одна возможность. Вторая возможность состоит в том, что можно сделать, наоборот, если я сделаю квадрат, меньше единицы, то он будет более положен, чем был, да? если я скажу, что корень царь, то тогда грань будет выглядеть на факторе волокон. В сравнении с изначальным, да, будет более пологен. Второе срок будет всего в 1,4 раза, реже, чем первое, треть всего в 1,7 раза, реже, чем четвертое всего в 2 раза и так далее. И вообще говоря, некоторые интересные, то есть смотря на значение лицетического параметра, некоторые интересные свойства, которые может различать между собой по-первых, разные языки, во-вторых, разные тексты. То есть это некоторая характеристика, которая, например, используется в определении авторств. Скажем, вот если взять, например, тексты, ну это, например, большие тексты, чтобы можно надежно что-то сделать. Скажем, если взять тексты Толкина и тексты Роулинга, например, вот я такой эксперимент проделал для английского языка, то окажется, что у Толкина этого альфа немножко выше, да, порядка 1,25, у Роулинга типа 1,15. То есть Толкина частотные распределены чуть иначе, чем у Роулинга. В принципе, если вы видите новый текст, да, не знаю, это на теле коррекции Гарри Поттера, то вы можете пытаться так определять авторств, но поняли, это довольно грубо. Можно дальше еще что-то с этим делать.